Ребята, всем привет! Меня зовут Евгений. Спасибо всем за комментарии, спасибо, что пишете мне на WhatsApp. В общем, получил какие сообщения. Многие пишут, Жень, понимаю, что закаливание полезно, я, естественно, хочу быть молодой, красивой, энергичной, но я стесняюсь выйти в парк, походить по снегу, на меня все смотрят, я стесняюсь приехать на водоем, раздеться. Это, в общем, мне некомфортно, мне некомфортно, что про меня подумают другие, мне некомфортно, когда на меня смотрят, кто-то вообще начинает фотографировать меня. В общем, как быть в этой ситуации? Покажу вам сейчас один способ, как сделать так, чтобы вы закалялись, и на вас никто не обращал внимания. Для этого понадобится вам хорошее настроение, ну и ваш собственный балкон. Итак, как нужно себя подготовить? Одеваемся. Обязательно головной убор. У меня это будет капюшон. Здесь должно быть все тепло, мы ни в коем случае не должны замерзнуть сверху. Ноги у нас, мы босиком. Можно одеть шорты, как я. Ну что, ребята, вперед! Заряжаться хорошим, позитивным настроением. Сегодня 10 марта. Ой, боже мой, какой кайф. Вы можете спросить у меня, сколько нужно стоять. Стоим от 5 до 20 секунд. Пока рассказываю вам, покажу двор свой. Стоим от 5 до 20 секунд. Желательно чередовать. То есть, постояли некоторое время, зашли в квартиру, согрелись. Через 2-3 минуты обратно вышли, постояли, согрелись. У нас вот за этим домом течет Нева. Каждое утро обычно орут чайки, а сегодня почему-то орут вороны. Я не знаю, что у них за переполох. Вот целое утро каркают вороны. Ой, как хорошо мне. Ой. Если вам некомфортно, неприятно, очень холодно стоять на снегу, положите полотенце, постойте на полотенце. Будет не так холодно. Эффект тоже будет. Конечно, не такой, как по снегу ходить, но все равно. Все, закаляйтесь, будьте здоровыми, молодыми, красивыми, позитивными, радостными. Ну и поставьте лайк, пожалуйста. Все, всем хорошего дня. Всем пока.